Всем привет! В этом видеоролике мы разберем тему пулов ликвидности, что они из себя представляют и какую роль играют в современной криптоиндустрии. Фактически пулы ликвидности представляют собой смарт-контракты, позволяющие трейдерам торговать токенами без стакана ордеров или понятия мейкеров, тейкеров, привычных по централизованным биржам. На централизованных биржах, будто криптовалютные или фондовые, покупатели и продавцы отправляют ордера на то, сколько активов они хотят купить и по какой цене. Когда встречаются покупатель и продавец с одинаковыми ценовыми предпочтениями, сделка совершается. Это не очень эффективно, поскольку если вы хотите срочно продать или купить монеты, вам нужно установить цену, по которой их прямо сейчас готов купить или продать кто-то другой. Решение – пул ликвидности, в котором используется алгоритм, позволяющий обменять актив в любой момент без необходимости поиска соответствующего контрагента. Пул содержит оба токена, предназначенных для обмена, например, эфириум и бет. Когда пользователи, называемые поставщиками ликвидности, вносят средства в пул, они должны делать это в соотношении 50 на 50, скажем, 250 долларов в эфириум и 250 долларов в бет. Чем больше другие пользователи покупают бет, тем выше становится его цена, так как происходит перекос в сторону эфириум в пуле. Алгоритм пытается всегда сохранять соотношение 50 на 50 в долларовой стоимости. При использовании пулов ликвидности важно иметь в виду, что каждая транзакция облагается сборами. О причинах этого сейчас и поговорим. Почему людям выгодно вкладывать деньги в пулы ликвидности? Это связано именно с комиссионными сборами. За каждую сделку взимается небольшая комиссия. По мере того, как все больше и больше людей торгуют, общий объем сборов становится внушительным. Эти сборы нужны для того, чтобы платить поставщикам ликвидности. Допустим, вы вложили в пул 500 долларов в эфириум и 500 долларов в бет. Ваш друг сделал то же самое. Так что теперь в пуле ликвидности 2000 долларов в криптовалюте. Предположим, что пока люди торговали в течение всего дня, набежали комиссионные в размере 150 долларов. Поскольку вы владели 50% этого пула, вы зарабатываете 75 долларов за предоставление ликвидности. Мы набросали картину в общих чертах, чтобы было понятно, как это работает. По факту, некоторую долю комиссии децентрализованный протокол оставляет себе. Эта доля варьируется в зависимости от проекта. Понятно, что чем больше людей присоединяются к пулу, тем меньше становится ваша доля. Но зато это повышает стабильность. Рост ликвидности пула означает, что нужно значительно больше денег, чтобы изменить цену обоих активов. Термин, который нужно знать, это price impact, то есть влияние на цену. Показатель отвечает на вопрос, насколько я могу повлиять на цену, покупая через этот пул ликвидности. Если пул небольшой, любая покупка окажет сильное влияние на цену. В некоторых случаях можно сразу удвоить или утроить цену актива. Однако, по мере того, как пул становится больше, влияние на цену уменьшается, а крупные сделки влияют на цену меньше. О пулах ликвидности следует добавить то, что они могут очень быстро усложняться. Например, платформа Balancer позволяет использовать до 8 активов в одном пуле ликвидности. Получается сумасшедшая математика, но она показывает безграничные возможности DeFi. Самый популярный пул ликвидности для обмена криптоактивов – это Uniswap, работающий на блокчейне Ethereum. Также нельзя не упомянуть Binance Liquid Swap – крайне удобная платформа, интегрированная в централизованную биржу Binance, но имеющая такой же принцип работы, как было объяснено ранее. Здесь низкие комиссии и низкое проскальзывание, а курс, отображаемый при Swap, максимально приближен к результату транзакции. К тому же Binance – это надежная и безопасная платформа для торговли криптовалютой. Ее даже нельзя назвать обыкновенной биржей. Это целая экосистема, созданная, чтобы продвинуть технологию блокчейн на новый уровень. На нашем сайте Altcoin.log вы найдете много подробных обзоров на эту тему. На этом закончим сегодняшний рассказ, который, как мы надеемся, пролил для вас свет на тему децентрализованных пулов ликвидности. Вернемся в следующих видео с новыми интересными темами. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok